Так, мы продолжаем разговор с Тамарой Евтушенко. Так, очень интересный вопрос. А что за книгу ты держишь у себя на руках? Это русско-испанский и испано-русский религиозный словарь, который привезла нам Гренада. Говорят, что они привезли две книги, правильно? Две книги. И обе были написаны участниками Гренады, так? Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Но «Дикционарь» это первый книг, который появляется в Европе, в Европе, в Европе, в Европе, это есть очень большая идея, которая служит для людей наше госпринское наше ветое, которое в Европе, и не только для того, чтобы помочь у Андреевской каналов, то, что не только для того, чтобы представить, чтобы представить собеседники, алика, для тех, кто имеет правила эту работу для европейской наше ветое, Работа была очень специальной, и она также получилась от Гладиос Федерации, и мы уже получили много предложений, даже эти дни я называла меня из разных католиков, чтобы получить этот книг, и также из Сербии, обиспо Кирилл, он тоже хотел получить этот книг, и также из католиков, которые тоже искали на концерте. Не очень мало экземпляров, но другой книг, да, другой книг был в продаже, как его называлось? «ТОДО СОБЕ РУССИЯ» «ТОДО СОБЕ РУССИЯ» был написан не по Татьяне Владимирской, но по объектам, каждый писал свою часть, и есть разные темы о Руссии, «ЛА КУРИОСИДАДЕ СОБЕ РУССИЯ», «СОБЕ КЛИМА», «СОБЕ ЛА ФАБРИКА», «СОБЕ ЭЛ ОЧО ДЕ МАРССО», «СОБЕ РУССИЯ» «СОБЕ РУССИЯ» «СОБЕ РУССИЯ» И я понимаю, это всё на испанском. И всё это на испанском, и первые книги, которые на самом деле могут пригодиться нашим слушателям, аргентинцам. Это Татьяна Владимировская, которая руководитель группы «Грена». Она такая симпатичная женщина, она так хорошо о этих всех разговаривала. Предлагала Настю подавать замуж за аргентинцев, выдала десятерёвную. «Ой, мама!» «Это она ведь ей давала?» «Да вот у неё была». «Давала меня мать!» «Давала первого!» «Да-да-да, это же она предлагала. Интересная женщина. Нашим Бараном, скажи, пожалуйста, а вот на курсах кто в основном учится?» Я знаю, что, например, в Аргентине очень сейчас модно ходить на всякие курсы, потому что, чтобы память там, то-то-то, дольше служила. Может быть, одна категория, да? Или люди, которые хотят поехать в Россию путешествовать? Или люди, которые хотят в России работать? Или что? Скажи, какие направления? Да. Кто приходит учиться? Muchas gracias por esta pregunta. De hecho, que son argentinos. Конечно. No son de las familias rusas o mixtas. Es muy raro. Casi no tenemos alumnos. Es una lástima, por eso queremos de algún modo motivar, inclusive con este examen que introdujimos para los compatriotas que pueden tener la ciudadanía rusa para motivarlos. Pero nosotros tenemos más de 150 alumnos que están en la cátedra de Rusia en este momento. Ahora tenemos 150 los alumnos regulares y de nivel avanzado. Ajá. Eso significa que son alumnos que estudian ya más de 2-3 años, por ahí 5-6 años, regularmente ruso, dos veces, una vez por semana. Y nosotros tenemos los cursos según marco común europeo. Es un avance muy importante porque todos los manuales que tenemos, según nueva metodología, obviamente, los manuales son todos de San Petersburgo. También nuestro equipo de los docentes escribe manuales y nosotros tenemos la metodología solo para los hispanohablantes. y eso es muy atractivo para los que quieren viajar a Rusia. Son, sinceramente, objetivos muy diferentes. Para conocer Rusia por tres semanas o, si no, para conseguir becas, lo que sí yo quiero destacar es que nosotros somos también los representantes oficiales de la Universidad Estatal de San Petersburgo. ¿Y qué significa eso? Otorgamos becas a esta universidad y tenemos becas para hacer carreras de grado, posgrado y aún doctorado y tenemos nuestra cuota solo para los argentinos. ¿Y qué cátedras hay en la Universidad de San Petersburgo? ¿Qué cátedras? Hay muchas cátedras, pero nosotros normalmente como firmamos con la cátedra del hecho es el Instituto de Relaciones Internacionales trabajamos más con lo que es sumunidades pero también mandamos a los alumnos para hacer las carreras técnicas. Técnicas también. Hay mucha demanda de todo lo que es tecnología, computación es más de moda ahora. El año pasado mandamos dos alumnos para hacer carreras de geografía y sociología. ¿En general cuánto entonces mandaron becarios allá? Tenemos más de 10 becarios los últimos 2, 3 años. Y es mucho porque pasaron el concurso. El concurso es muy, muy serio. Sí, no es fácil para nada y lo bueno es que hay muchísima demanda. Y nosotros preparamos acá con el curso anual los alumnos argentinos y después ellos dan el examen internacional, reciben este certificado y no tienen que estudiar ruso en Rusia durante un año. Así que empiezan la carrera enseguida. lo que podemos ver en pantalla los certificados, los que les da. Y yo creo que lo que quería preguntar sobre la carrera. y eso es muy importante. Y eso es muy importante. y, por ejemplo, la carrera en Rusia y eso es que Аргентинцы, но обязательно должен быть уровень языка. Обязательно, да. И вот с таким сертификатом они попадают под программу переселения, я так понимаю, да? Вы знаете, насчет программы переселения, я не уверена, что они попадают. В основном это аргентинцы, которые хотят просто учиться. Учиться, да. Да, или работать. Или работать, да. Или работать. Но для этого нужно сдавать минимально уровень B1. Сейчас снизили уровень из-за иммигрантов. Если раньше необходимый уровень для гражданства в Российскую Федерацию требовался B1, что соответствует ТРКИ, сертификационный первый уровень, то его понизили до уровня базового, к сожалению. Но большинство, на самом деле, аргентинцев сдают базовый уровень. И в этом году, на самом деле, удивительно, что приехали студенты из других стран, и они сдавали очень продвинутые уровни. Это замечательно. То есть, обычно у нас был первый уровень, нивель элементарный. И ahora, когда вы, то есть, у нас будет больше алюминастов на уровне B1, inclusive B2. В наших курсах у нас много группы B2. Юля, значит, Аргентина у нас на каком уровне? На каком она стоит месте по языковым этим? Я думаю, что очень хорошее место. Мы лидируем в Латинской Америке, безусловно. Во всяком случае, по-моему, в тысячу вузов, которые лучшие вузы считаются в мире, на 300, по-моему, в 46-м месте наш университет УБА. Да, да. Нет, это, я знаю, аргентинские университеты, да. Я спрашиваю вот именно вот эти вот курсы, сертификаты с русским языком, которые потом же они же подвигают, едут они в Россию учиться. И вот на каком уровне мы стоим, как Аргентина, именно вот этот университет в Лаплате, какой уровень уже выходит. Я так понимаю, с 2012 года. Нет, с 2018 года у нас функционируют соглашения. Сейчас активно, да, фаза развития двух сторонников отношений. У нас разные есть курсы от... Это есть и курсы, и подготовка к экзамену международному. И также у нас курсы семестра, из-за университета до двух семестра, и люди могут выбрать то, что они любят. Действительно, мы можем отформить курсы от фонетика, которые тоже очень важны. Действительно, у нас есть курсы для всех. И... 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 И тоже. И Кто вам даёт это? Какое государство? Как это происходит? Всё происходит через центр Петербургский университет. Фактически Петербургский университет контролирует всю нашу деятельность. Мы помогаем преподавателям, которые находятся в Аргентине, но не только в Аргентине, которые находятся в Уругуае и Парагвае. Мы их снабжаем материалами, мы делаем выездные сессии. В ближайшее время меня пригласил Национальный университет Росарио, и я как раз поеду выступать по поводу программ-стипендий, и мы повезём выставку про царскую семью в университет. Вот это нужно обязательно, кстати говоря, обязательно осветить у нас. Обязательно. С удовольствием. И в ближайшее время, в сентябре месяце, у нас будет два мероприятия. Ты нас приглашаешь? Приглашаем, конечно. Я думаю, что Тамара сейчас здесь заинтересована пригласить не только нас в студию, но и всех зрителей. И я думаю, что мы все очень с большим удовольствием откликнемся и придём. Я считаю, что у нас вообще уже всё. Я говорю, я как захватнические. Я хочу у Тамары, чтобы она нам пообещала, чтобы хотя бы раз в месяц она приходит со всеми своими. Я рассказывала такие новости. Это уже по ней слово. Это уже по ней слово. В большим удовольствием. Давайте дадим ей слово, расскажи, пожалуйста, на мероприятиях. Я сегодня едва, и она сказала, нету, нету, у меня никак времени. Вы хотите раз в месяц. Но мы стараемся, а потом узнать, что получится. Мы очень рады, и мы можем пригласить наших студентов, которые путешествуют в Руссии. У меня есть много вопросов. У меня потом прервите, когда надо закрепить. И, значит, если как получается, например, я вот хочу, вот сейчас придёт, потом мы поговорим, или потом уже, когда придёт, может быть, другая. Человек хочет выучить аргентинец, хочет учиться в России. Я понимаю, что там у них этот вот год, который они проходят по изучению языка, это очень эффективно. У них очень насыщенная программа языка, и они вот, ну, прям целый год как бы учатся. Это достаточно, сколько... Недостаточно времени. К сожалению, абсолютно недостаточно, и поэтому мы стараемся готовить, чтобы не было стресса у студентов. Вы представьте, они едут с нуля, всё объяснение идёт на русском языке. Часто всего у них бывает срыв, и они возвращаются обратно, потому что они не могут выдерживать их, к сожалению. Можно сказать, ваш университет на сегодняшний момент работает как такая адаптационная группа помощи, да? В каком-то смысле, да. И мы помогаем, естественно, с методикой. То есть у нас своя методика, уже большой опыт преподавания. Практика. Практика. И ещё не забывайте, что мы знаем, как работать уже в университете, какие у них трудности будут у студентов. Поэтому мы стараемся их готовить, и готовим по специальной программе, чтобы они могли очень быстро адаптироваться в среде. Это очень-очень важно. И, в принципе, могу с гордостью сказать, что все наши студенты, которые учились на курсах, у них таких вот сломов не более явных, они продолжали обучение, и большинство из них не хотела возвращаться. И, в принципе, они пишут, ай, Тамара, как могу получить лиза, я не студентиль, я хочу оставаться для работы. Если они решили то, что они решили, то, что они решили, то, что у них будет время работать, и они хотят всегда ждать в России, чтобы работать. И у них есть новый группа, которые меня удивляют. Несколько от самых демократных родителей, которые говорят, что они хотят изучать русским языком. Руссия, большинство страны, и также, если они хотят изучить и работать в Руссии. Это невероятно. Многие студенты из различных этапов идут в Руссии, и остаются, устанавливаются, и действительно disfrутать страны. Замечательно. Демографическая ситуация у нас улучшается. Да, 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 это конечно интересно. Мы сюда ехали, теперь... Нет, это интересно. Особенно, наверное, Толчук, это был все-таки чемпионат мира по футболу, он все-таки помог сблизиться. Помог немножко понять, что такое Россия. Масово поехали, и все-таки были какие-то моменты, которые... И понравились людям, да. Они были так удивлены, говорили, мы думали, это совсем другой мир, а там все так же, мы так же ходим, так же веселимся, и все хорошо, и никто нас никак не ограничивает. Они все же думали, как у нас раньше было там, в России. Но здесь большая... Идет вот такая вот эта СМИ, конечно, с таким направлением... Ну да, конечно, да. К сожалению, есть такой вопрос базовый, она черняет какие-то моменты, да. Но люди едут и едут. Это вот. Интересно. Какие там у них дачи получаются? Люди могут учиться? Какие horarios? О CAT всяких, подростковые? Коехалии течение по пути и отрscene? Кахнера. Капедра, для... Но о igores, если нет, мы курсов для учебников. Мы открыли 1 сентября для учебников. У нас есть еще несколько уровней уровней, если у ребят нахнике, Мужика можно под заброситься. Вы должны проверить инновационные уровни, чтобы их подобрались. Ну и мы поспектим, когда этих групп стран к builti ее соответствуют. И мы удерживаем курсы для ребят на 10-16х годах. Хотя в этом году приходят 11, 14, но мы не можем разобрать людей 65, obviamente, с которыми они 14 лет. И у нас есть программы для билингвейских детей, у нас есть много семей разных детей. И в этом году, еще одна девушка из русской семьи, русские родители, но они все время говорили в русском языке, и она только могла уехать на уровне 2, и ее мама решила получить русский язык. Так что у нас в этом году два студента получили русский язык, с тем, что они в России один день. И остальные учитываются в различных условиях для путешествия для путешествий, а некоторые путешествуют один месяц. Мы также демонстрируем 10 месяцев, и не только работаем с УССР, но и с УССР и УССР и УССР это единственный университет университет программы для всех уровней, университет и учитывается 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 для того, чтобы получить практикуем логики и учитывается в городе и учитывается и учитывается в сентябре У нас в этом моменте мы должны университет в русском, университете университет и университет и учитывается в сентябре. Университете в университете университет Один студия филология и другой студент reciен получил бюджет для изучения маркетинга, так что он будет путешествовать в септембре. Физически, где у вас есть кафедра? Мы на улице Айакучо 132. Мы в Казахстане Поградос, Института Релационной Интернациональной, на КАВА, Университет Национальной де Ла Плата. Я только хотела сказать, давайте подведем итоги, резюмируем и скажем, куда можно обратиться. Есть какой-то телефон, чтобы, может быть, проконсультировать, может быть, какая-то страничка веб, может быть, адрес Айакучо 132. а 142. подведем наш страничку веб stampini, на Facebook, украшаться с разворотомisinieren верно пылóg. В его пункте недоф Bradосеваσε�, русскоffедитет на Русавен Здравствуйте, воagt ada информации, подведем наш помен�무, содержим kernel кафе mansμαι между hacerlo при этом, Утеряна информация, мы вышем раз в сменлювом кümㅠㅠ, а 14-й кименту поставили по мастеру челленам, Кликинг, тамара, я хочу спросить, в чем программа она уехала, потому что я поняла, что она уехала в России, в Санкт-Петербург, но не знаю, в какой программу, в своей университете или в Европе уехала, что она уехала, как была быка в России, но она уехала в России, как они уехали два года, два года назад. И у нас есть наша цвота только для Университета Статального Санкт-Петербурга. И какая цвота? У нас есть цвота extensива? В реальности, кто-то может постулироваться. У нас есть конвокатуря, который мы предлагаем в месяц и в месяц, и, в частности, у нас не нужно присоединиться в Раша Стадий, это очень важно. То есть, мы делаем эту информацию, и мы отправим всю информацию, все формулы, directamente к Университету Статального Санкт-Петербурга. Это мы делаем. И я приглашаю вас всех к нашим событиям. В сентябре, у нас есть историолог Монте-Видео, и будет говорить именно о архитектуре Санкт-Петербурга. Ну, значит, пошли нам, пожалуйста, информацию. Обязательно. Обязательно. Только, как публицина, посылайте все круто. Пожалуйста, да, хорошо. Мы ждем этого, вот, обязательно. Первый блог всегда новостной, и если вы будете нам стабильно присылать информацию вовремя, мы будем стараться ее не только о ней рассказать, но еще показать. Вот. Но я думала, что мы еще вернемся к этой теме, и сейчас мы опять прерываем. 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 Спасибо. Вот. И сейчас это... Ну, мы как бы, мы не прощаемся, еще мы как бы вас не отпускаем, если вам не... Если вам не... Если вам... Вы нам это... Мы вас не отпустим, мы будем дальше вам беседовать, потому что наши гости связаны именно... Следующие гости с обречением русского языка. Ну, мы вернемся на статус. Мы опять по-ручествуем. Благодарим мою любовь, которой нет больше. Как шумит за окнами прибой. Пойдем со мной, ко мне домой. Возьмем конфеты, ананас, И две бутылочки для нас Субтитры сделал DimaTorzok